В Красноглинском районе немало проблем, которые долго ждали своего решения. Недавно на этом месте стояло заброшенное здание. Дом сгорел еще в 2009-м. Жители расселили, а двухэтажка превратилась в неживописные развалины. Люди не раз жаловались, но услышали их только сейчас. Жители обратились к главе администрации района. Целых 7 лет стояла вот эта вот Брестская крепость. Больше никак у нас ее не называли Брестская крепость, которая начала превращаться в мусорку, в свалку, в приют бомжей. Жители нашего дома писали, ходили и к депутатам, и к главам администрации. Сейчас, вот буквально перед Новым годом, эту Брестскую крепость у нас снесли. Еще один вопрос о состоянии дорог. Его не раз поднимали горожане на встречу с главой города. Внимание к Красноглинскому району не меньше, чем центру Самары. В этом году переложили асфальт в поселке Красная Глинка. Картами отремонтировали улицу Батайскую и восстановили дорогу до станции Козелковская. Проведена огромная работа. Улица Курильская, дождь дорожного переезда, установлена площадка двор, в котором мы живем по аналогии с ней. Тротуар, пешеходная зона. Полностью восстановлено освещение. Но на следующий год еще предстоит работы по установке пешеходной зоны тротуара. К вопросам благоустройства в Красноглинском районе подходит комплексно. В этом году в рамках программы «Двор, в котором мы живем» благоустроили пять дворов. Раньше на улице Академика Кузнецова был пустырь. Теперь современная детская площадка и асфальтовые дорожки. Две большие разницы. Тут что, у нас одни были ямины, тротуаров у нас вообще не было. А сейчас благоустроили, нам все тротуары сделали, дороги сделали, отмостки к домам мы. По асфальту, конечно, лучше ходить. Комфортней, приятней. Опять же, очень большая благодарность, что для детей много сделали. Благоустраивать район продолжат и в следующем году. Мы, безусловно, в этом году провели конкурсы и определили на следующий год пять дворовых территорий. Я бы очень хотел, чтобы эта программа существовала и продолжалась дальше, потому что в рамках этой программы делается очень много хорошего. Позаботились здесь и о предстоящих праздниках. Жителям Красной Глинки не нужно ехать в центр города, чтобы попасть в новогоднюю сказку. В Красноглинском районе ничуть не хуже. Девять красочно разукрашенных площадок. Выбирай любую. С учетом того, что у нас в прошлом году введены в строй ДК «Сатурн», ДК «Пламя», в этом году они подключились к праздникам, значит, вокруг них установлены тоже новогодние комплексы. Естественно, там, соответственно, программа. По вечерам здесь разноцветными огнями сверкает новогодняя иллюминация. А это значит, что в Красноглинском районе праздник точно удался. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.